Видеокурс «Пады лапы макевары. Секреты сверхэффективных тренировок». Поставь себе нокаутирующий удар, получи сверхэффективную комбинацию, а также узнай отличный комплекс по физподготовке. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! С вами проект мой, это АСК, и я Варшенко Виталий. Сегодня я тебе покажу одну очень хорошую наработочку. Контратака простой двухударной серии от прямого удара рукой. Это будут делать мои ученики. Мы сейчас готовимся к очередному турниру по K1, в котором, может быть, даже выступлю я. Я сейчас начинаю тренироваться. Если сделаю вес, если войду в форму, я думаю, что войду, мне надо сбросить 6 кг, хочу согнать. Многие, конечно, спросят, зачем мне это надо. И многие спрашивают, как вы возраст? У меня уже далеко не молодой. Можно сказать, для любительской карьеры я уже глубокий старик. И очень тяжело выступать против пацанов 20-25 лет, которые в самом рассвете, у которых голодные, все это хотят. Но бывшие спортсмены меня могут на этом понять. Иногда хочется опять испытать этот адреналин ринга, этот страх невероятный. Когда панический страх, когда там ноги наливают ватой, руки стоят каменными. И все в этом духе. Ну, сейчас не об этом. Сейчас я хочу тебе показать чуть-чуть нашу подготовку. И буду ее как бы освещать в процессе нашей подготовки. Буду давать тебе различные, показывать наработки, которые мы делаем, как мы готовимся к соревнованиям. Это очень такой большой, конечно, объемный процесс. У меня большие тренировки. Ребята тренируются сейчас два раза в день. Я тоже тренируюсь два раза в день. Ну, в общем, как бы сказать, чуть-чуть хочу даже смотивировать, наверное, ребят, которым уже там за 25, которые начинают мне там рассказывать, что нету времени. У меня тоже семья, ребят, у меня тоже малой пацан. У меня есть обязательства перед семьей, их надо кормить. Но это не только не мешает тренироваться. И я даже хочу показать, что это даже в этом возрасте можно выступать. И есть ребята, которые доказывали, что в 30 лет можно хорошо, довольно успешно выступать. Ну, моя цель не в этом, не в каких-то там успехах, а просто показать, что это можно делать, несмотря на возраст там и все остальное. Как у меня это получится, это, конечно, вопрос второстепенный. И, конечно, мне уже требуется спортивное питание. На своих ресурсах я уже это не вытягиваю. Но надежда у меня все-таки на своих ребят. И я готовлю к этому мероприятию, к этому турниру. Мы дальше готовимся. Кстати, с вашей поддержкой, я думаю, все мы хорошо подготовимся. Если есть желание помочь, мы будем только благодарны. Любая помощь, материальная, моральная, мы за все скажем спасибо. Поэтому смотри эту наработочку. Мы покажем, ребята, ее в парах и потом покажем ее на мотиварах. Следи за каналом, следи за подготовкой, настойчивостью тренировок. Итак, вы видите наработку в парах. То есть задача очень простая. Первый номер выпрасывают поочередно. Левый, правый, прямой. Можно это делать не подряд. Если ребята начинающие, то лучше это делать подряд. Сначала левый, потом правый. Для того, чтобы второй номер мог хорошо защищаться и не терялся, не боялся этого удара. Если уже наработочка, вернее, такой уровень бойцов более-менее хороший, то можно произвольно бросать. Левый, правый, прямой. Задача второго номера сделать защиту. Это может быть оттяжка, уклончик, спивка. Просто принять глухую защиту и сразу ответить прямым и миддлкиком. Левый, прямой, правый миддлкик или правый, прямой, левый миддлкик. На работе в парах очень важен темп. Здесь не надо бить сильно, здесь нужен темп. И сейчас эту же наработочку мы переходим на макевары. Здесь уже задача Патмена выбрасывать прямые. Точно так же. Но сейчас мы уже работаем по заданию, поэтому уже более-менее боец подготовленный. Поэтому я выбрасываю или левый, или правый прямой. Но лучше и удобнее бросать просто правый прямой для того, чтобы от него защититься. И в левую макевару сразу можно было ответить левым прямым. То есть задача сейчас работающего бойца защититься от прямого. Точно так же нарабатывать элементы защиты. Все как бы это включено в процесс работы. Это не только наработка комбинаций, но и наработка защитных действий сразу. То есть боец учится защищаться от прямого, когда атакует противник. И сразу входить со своей комбинацией в контратаку. Сейчас задача только левый прямой, правый миддлкик. То есть работа по заданию. Вот боец старается по-разному защититься. То есть уклончик сделать, спить, оттянуться. И сейчас мы переходим уже на правую руку. То есть комбинация та самая, но руку-ногу мы поменяли. Сейчас боец нарабатывает правый прямой и левый миддлкик. Работая на макеварах, мы нарабатываем не сколько темп, сколько уже такая приближенная к боевой ситуации. Здесь уже работа идет на силу. На макеварах надо вставляться. Надо, хорошо соблюдая технику, наносить силовые жесткие удары. То есть если в парах, да, с напарником, ты не можешь вложиться на всю силу. Потому что, ну как, можно нокаутировать, можно травмировать. Поэтому в парах наработка идет больше такая техническая и темповая. Ты учишься выцеливать, попадать. То на макеварах работа уже идет силовая. Такая как в бою будет. Ты будешь сильно бить, жестко бить. Потому что будешь хотеть попасть, нокаутировать серьезно. Поэтому работа на макеварах очень тяжелая. То есть и тяжелая она как для бойца, так и для падмена. Потому что макевары довольно тяжелые сами по себе. Если ты работаешь с напарником, то тренироваться будете вы обои. И пады держать старайтесь тоже друг к другу. И сейчас уже под концовочку мы начинаем менять. То есть я выставляю уже произвольно под эту же серию. И боец отвечает левый прямой правый мидлкик или правый прямой левый мидлкик. Он ориентируется уже по моим падам. То есть это если уже все хорошо получается, тогда можно так работать. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео, в конце видео. А также не забудь следить за нашим каналом. Настойчивости в тренировках.